На выставке IFA 2015 все основные игроки представили новые телевизоры. Но особенно интересно нам было попробовать модели под управлением Firefox OS. Показанные компанией Panasonic. Другие телевизионные операционки мы уже щупали, а это пока оставалось темной лошадкой. Первые ощущения положительные. Отзывчивое, легкое, быстрое и даже приложений не так мало, как мы думали. Самое основное уже есть. Но будут поддерживаться ли все сервисы популярные у нас? Время покажет. А вообще интересная ситуация складывается. Для смартфонов тоже было много операционных систем. Все хотели свои магазины и хороший процент с продаж приложений. Но где они сейчас? Всех задавил Android. И история с телевизорами повторяется. WebOS в панелях LG, Tizen в панелях Samsung, Android в панелях Sony, Philips и Sharp, Opera TV в телевизорах второго эшелона. И вот Firefox OS в панелях Panasonic. Такое разнообразие лишь отдаляет тот момент, когда телевизоры получат реальную возможность конкурировать с игровыми консолями. Писать и оптимизировать игры под тройку операционных систем проще, чем сразу под шесть. И Android тут не выглядит фаворитом. Слишком тормознутое и неповоротливое для TV. Firefox OS не в пример шустрее. Поэтому пожелаем Panasonic удачи с этим начинанием. Тем более, что герой экспозиции Panasonic Viera это не столько модели на Firefox, сколько первый в мире изогнутый 4K OLED телевизор, прошедший сертификацию THX. OLED это многообещающая технология, но с получением на ней точного изображения, как оказалось, не все так просто. Инженеры THX работали рука об руку с Panasonic, проведя при этом около 400 тестов. И сам сертификат не столько повод налепить пафосный значок в буклет с промматериалами, сколько отражения работы, которая была проделана, чтобы сделать каждый конкретный пиксель полностью соответствующим содержанию источника. С 4K все понятно. Можно посмотреть кино, а можно подключить ваш персональный компьютер или Steam Box и играть с разрешениями, недоступными современным консолям. Думаю, мы не ошибемся, если предположим, что OLED-матрица с белым субпикселем, технология VRGB, родом из LG. Panasonic сама пока таких не производит, но активно работает над технологией с предварительным названием OLED RGB Printing. Из названия понятно, что пиксели печатаются прямо поверх подложки. Это сильно упрощает производство больших и очень больших панелей. В любом случае, мы не придираемся. LG делает отличные матрицы. И, кстати, технология OLED HDR TV здесь тоже реализована. Идеальный черный остается идеальным. Идеальная контрастность – конек OLED. Пиксели сами светятся. Отдельная подсветка не нужна. Если пиксель выключен, и в таком состоянии он безупречно черный, понятно, что он будет оставаться безупречно черным. Пусть даже соседние пиксели работают. А вот калибровка, настройка цветов и обработка изображения совершенно точно своя. В прошлом Panasonic стремились сделать изображение на ТВ максимально жизненным. Не кислотно-сочные цвета, а естественные. Но мы уже с вами говорили, что эта безумная контрастность и кислотность порой продает гаджеты и нравится людям. Поэтому сейчас Panasonic дает возможность выбора. Хочешь как в жизни? Пожалуйста. Хочешь приукрашено? На здоровье. Отдельной похвалы заслуживает безупречная резкость изображения при движении и в динамичных сценах. В этом видится заслуга процессора обработки изображения Pro 4. Опять же, не то чтобы мы придирались к другим телевизорам, но субъективно разница в пользу Panasonic есть. В остальном, чтобы подтвердить или опровергнуть наши первые впечатления, надо, конечно, делать большой тест и сравнивать уже лоб в лоб. Если вам это, конечно, будет интересно. В плане простоты и удобства настройки, оболочка телевизоров Panasonic по праву считается одной из самых интуитивных. Кроме этого, это Smart TV с Wi-Fi, совместимый с внешними винчестерами. На TV можно открыть видео с планшета, а можно на ваш планшет стримить видео с ТВ. Скайпа только нет и, наверное, не будет. Microsoft надоело поддерживать за парк телепрошивок. Что касается звука, то телевизоры становятся тоньше и уместить в них мощные динамики становится все сложнее. Хороший ли звук у самого телевизора? Мы не знаем. Это надо отдельно смотреть ТВ в более или менее тихой комнате. Но все равно предполагается, что у вас будут колонки или саундбар. Ну и на закуску мы оставили вопрос внешнего вида. Изогнутый дисплей меньше, чем у того же Samsung. Телевизор удобнее смотреть зрителям, которые расположились не только посередине. Аккуратный сегмент с начинкой снизу. Задняя часть отделана материалом алькантара. И не страшная, как у некоторых телевизоров, а вполне приглядная. Можно поставить хоть и посередине комнаты, не испортив интерьер. Конечно, никакой подсветки сзади. Впрочем, особого минуса здесь мы не видим. Хороший бренд, лаконичный интерфейс. И единственное 65-дюймовое исполнение. Про цену пока ничего не известно. Но ожидаем, что удовольствие будет не из дешевых. Премиум? Что с него взять? Продолжение следует...